Так, ну что, всем привет, ребят! Сегодня обсуждаем новость по поводу того, будет ли рост Элис и что я жду от данной монеты. На данном этапе у нас My Neighborhood Элис запускает коллекцию NFT Halloween на Binance. Да, это у нас будет 31 октября, но это получается уже сегодня. Вот, ну если посмотреть на график, то пока что про рост цены это никакого не дало, да. То есть на данном этапе у нас падение, в принципе, после двухдневного роста такого активного. Ну, единственным вариантом на рынке криптовалют, где реально можно получать стабильный пассивный доход, сейчас является проект MerGH.io. В нем собран микс из лучших торговых агентов Запада и гарантии честности и прозрачности проекта с помощью системы смарт-контракта. Я вложил в MerGH уже более 18 тысяч долларов и очень доволен работой проекта. И лишь поэтому смею рекомендовать его вам как стабильное и надежное решение для инвестиций к криптовалюту Ethereum. Ссылка на проект в описании под роликом. В целом, я уже говорил до этого и в закрытом клубе тоже об этом писал, что я жду выхода за 20 долларов. Потом здесь была ключевая отметка, там где-то в районе 24, ну если глянуть здесь, там Open Close, у нас где-то было в районе как раз на 21 доллара плюс-минус, ну 20-21. Вот, поэтому самое главное выйти за 20 долларов и можно ждать дальнейшее движение. Ну тут было движение какое-то 50%, но как вы видите, пока выше не пускают и скорее всего будут дальше набирать позицию. Если посмотреть на недельном графике и на месячном, то как вы видите, тоже все это дело выкупают, давят снизу продавцы и сверху, вернее сверху продавцы и снизу покупатели. Да, и сейчас у нас борьба идет между ними и на данном этапе у нас что интересное вырисовывается, это когда то, что у нас сменилось вот это поджатие вниз на поджатие вверх, да, то есть на такой восходящий канал. И на данном этапе уже в целом можно будет ожидать потом дальнейшего движения. Поэтому на данном этапе стоит ли закупаться, я все-таки подождал бы, опять же таки, ну если вы закупаете ее на долгосрок, ну я все равно повременил бы, потому что видите, нас льют пока что, ну и можно ее начинать добирать там в районе 13-12 долларов. Вот, ну кто хочет час, ваше право, можете закупаться, но я сейчас пока лезть не буду, я тем более по ней закупался уже. Вот, поэтому такая вот новость по монете Элис, ну и как видите, осталось тут 2 часа, ну ролик, скорее всего, вы увидите уже 1 ноября, но в целом это, я не думаю, что сильно там повлияет на цену, но как видите, у нас Элис наоборот падает. Ну а некоторые монеты растут, как мы заработали частично на той же мане, ну то есть я не буду говорить, что мы вышли там на хаях, понятное дело, я не ожидал такого сильного роста, я вообще ее рекомендовал в долгосрок закупать, потому что Grayscale ее тоже накапливали, вот, но в целом мы вышли где-то в районе там 1.7-1.8, может быть максимум 2 доллара. Вот, кто-то может сказать, что это слабое движение, но в целом я считаю лучше забрать свой профит, и тем более то, что она так подпрыгнула, это уже, знаете, дело случая, по большому счету, потому что, вот смотрите, она начала рост у нас, давайте глянем, начала рост она, давайте посмотрим, вчера получается, да, в 10 часов, а к вечеру она уже подпрыгнула еще больше, то есть спустя там где-то 12 часов, может быть больше, вот, она к вечеру еще подпрыгнула, но опять же таки сидеть и ждать до последнего, то есть, ну она могла подрасти, я не знаю, до сюда и потом задампиться, как это было, допустим, с 1 инч. Могло такое быть, конечно, могло, то есть, я по 1 инч ожидал выхода за 6 долларов 7,5, я не продавал большую часть позиций, я говорил, я фиксанул 30%, остальное я держу до сих пор, вот, поэтому, видите, здесь не дали ей пойти в рост, то есть, она подросла там, на сколько там, давайте глянем, ну, если взять приблизительно, ну, на те же там ТХ, то есть, я ожидал большего роста, хотя бы там до 8 долларов, ну, за Кейп, да, то есть, за Кейп 7,5, и чтобы мы сходили там на те же 10 хотя бы и выше, вот, поэтому, то же самое и по мане можно сказать, потому что на данном этапе ожидать такого сильного роста, ну, в принципе, можно было, как только мы выходим за 1,5 долларов, но то, что мы сходим на 5 долларов, ну, в целом, это, конечно, ну, тут открыты были дороги, понятное дело, впереди пустота, мы могли хоть на 10 долларов сходить, но, опять же таки, это уже дело случая, лучше зафиксировать, я считаю, хоть малый профит и 100% движения вы никогда не возьмете, вот, поэтому, кто заработал, в том числе, там, на мане, на других монетах, на 1 инче, там, на монете CRV, там, на ванн, ну, ванн у нас, кстати, сейчас валится, если в двух словах, я пока что ее холдю, то же самое, жду отработки событий, и буду держать, скорее всего, до января 22 года, ну, посмотрим, может быть, до декабря, в зависимости от того, когда она попадет в рост, если будет сильный рост, там, допустим, даже в Найбре, я ее скину, вот, ну, по крайней мере, хотя бы часть, вот, то же самое и по CRV, то есть, я жду за кейпа, за, получается, 5,3 доллара, сейчас нас валят, и видны фитилины на фиксацию, но, в целом, я вполне допускаю, что мы можем спуститься сюда, проконсолидироваться или куда-то сюда, и потом дальше сделать выход наверх, потому что впереди у нас пустота, вот, поэтому такие дела, видите, здесь тоже не пускали, поначалу, потом мы сходили, да, набрали позицию, сходили выше, ну, и теперь я жду до набора позиций, выхода наверх, будет ли он или нет, ну, увидим уже в скором времени, опять же таки, я могу ошибаться, понятное дело, что будущее никто не знает, вот, ну, это лично мои ожидания по данной монете, но кто холдит ее в долгосрок, в принципе, можно дальше держать, ну, а кто зафиксировал профит, ничего страшного, вот, поэтому такие мысли у меня по монете Элис и по остальным монетам, поэтому по Элис, кто хочет, можете начинать докупаться вот в районе 13-12 долларов, ну, и ждать выхода за 20 долларов и дальнейшего активного роста, потому что это как раз будет выход из вот этого громадного канала от 4 до 20 долларов, да, вот, в таком диапазоне 15, и получается дальнейшего роста наверх, но монета высокоисковая, опять же, все-таки учитывайте, поэтому нужно учитывать фактор такой, что любая высокоисковая монета может с комунуть то же самое, как и с TLM, то есть я бы не выделял бы больше, чем от 1 до 3% депозита, но если вы прям сильно верите, ну, максимум процентов 5, вот, не более, вот, по TLM, кстати, та же самая аналогичная ситуация, поэтому ждем выхода дальнейшего наверх, ну, и, соответственно, ждем выхода за те же там 35 центов и потом пампа, вот, поэтому такие мысли, все-таки дела, всем удачи, всем пока. Тот самый проект, куда я инвестировал свыше 18 тысяч долларов и получаю ежедневно очень хорошие дивиденды, это мергетх.ю, ссылка на проект в описании под роликом.